На заседании штаба по комплексному развитию региона губернатор Алексей Русских озвучил актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом. По словам главы региона, принятые ранее ограничения уже дали определенный результат. За последнюю неделю заметно снизилось число заболевших детей. Принято решение продлить дистанционную форму образования еще на неделю, которая вкупе с последующими каникулами должна позволить нам закрепить эту положительную тенденцию и после каникул вернуться к общей форме обучения. За прошедшие сутки с учетом Демитровгада выявлено 1762 новых случаев ковида. При этом с осторожным оптимизмом мы говорим о снижении количества стационарных больных. В Ульяновском районе в Ишеевке до сих пор не открыт бассейн. Построен еще в прошлом году. Глава муниципалитета Сергей Горячев пояснил, что возникли проблемы с подрядчиком и требуется еще месяц для того, чтобы бассейн был введен в эксплуатацию. Губернатор Алексей Русских выступил с жесткой критикой работы главы района. Деньги вложены, люди ждут, когда объект стоит готовый, безответственность, безалаберность. Значит, давайте так, 15 февраля, до 30 марта тогда, значит, Сергей Олегович, в общем-то, 30 марта у тебя два доклада. Либо открываешь бассейн, либо слагаешь полномочия. Понял, Алексей Юрьевич. Договорились. Прошу зафиксировать. О зимнем содержании региональных дорог проинформировал министр транспорта Евгений Лазарев. В настоящее время областные дорожники работают в штатном режиме. Тяжелая техника занимается расчисткой зауженных мест на областных магистралях. Работает в круглосуточном режиме у нас мониторинговый центр. 16 обращений было получено за прошлую неделю. 10 февраля в связи с большим количеством осадков Нами были приняты решения об ограничении пассажирских перевозок. Ряд муниципальных маршрутов мы притормозили в избежание аварийных ситуаций. И куда были направлены и мобилизованы все имеющиеся силы. В настоящее время все дороги у нас работают в штатном режиме. О внештатных ситуациях и принятых мерах в жилищно-коммунальном комплексе приинформировал руководитель ответственного ведомства Александр Черепан. Запасы топлива на всех объектах сегодня существуют. Рисков отсутствия топлива до конца отопительных сезона нет. И отмечаем, что и по углю, и по дровам сегодня потребности обеспечены. В целом Павлянской области все предприятия коммунального комплекса выполняли на этой неделе заявки, связанные с устранением инцидентов. Таких инцидентов зарегистрировано 45 в 14 муниципальных образованиях. В соответствии с поручением губернатора в регионе продолжаются работы по повышению заработной платы на предприятиях внебюджетного сектора. В 2022 году состоялось более 600 встреч с руководителями таких организаций. В результате переговоров заключили 270 соглашений о повышении зарплат работникам. Благодаря этому 5500 ульяновцев будут получать зарплату как минимум на 15% выше, чем раньше. За все время такой работы зарплаты выросли у 65 тысяч ульяновцев. На некоторых предприятиях уровень оплаты труда значительно выше среднеобластных и даже российских показателей. Это предприятия авиационной отрасли, машиностроения, сферы IT. Здесь классический уровень оплат труда значительно выше всех остальных показателей. Но есть предприятия, на которых наблюдается и очень низкий уровень оплаты труда, которые не идут на заключение соглашения. Здесь мы будем применять новые подходы. Уже сотрудниками администрации и муниципальных образований Ульяновской области осуществляется выездо непосредственно предприятия, встреча с трудовыми коллективами, а также с руководством таких компаний. На заседании также обсудили подготовку к весеннему паводку, работу Центра управления регионом, создание муниципальной управляющей компании, а также актуальную информацию по вакцинации от коронавируса.